В этом видео хочу показать, как можно сделать насадку для мини-мойки, которая будет распылять воду не только прямо вперед, как штатные насадки, но и под углом вверх и вниз. Мыть автомобиль с такой насадкой станет намного удобнее. Она позволит без лишних телодвижений сбивать грязь в местах, куда трудно подобраться обычными штатными насадками. Подобную насадку можно купить в Китае. Она продается в комплекте с пятью сменными форсунками, из которых две совершенно бесполезные. Кроме того, покупная насадка имеет все тот же недостаток – фиксированное направление струи. А главной особенностью самодельной насадки будет наличие шарнира, позволяющего в нужный момент отклонять ее вверх и вниз. Данный шарнир имеет стандартное быстрое соединение для форсунок. Форсунки, которые я купил отдельно, имеют факел распыла 15, 25 и 40 градусов и пропускную способность 1 галлон в минуту. При покупке нужно обращать внимание на пропускную способность форсунок и приобретать их в зависимости от максимального расхода мойки. В моем случае это 6 литров в минуту. В комплекте с моей мини-мойкой был коннектор, который долгое время просто валялся в коробке, и, честно говоря, я даже не знаю, для чего он вообще нужен. С его помощью насадка будет соединяться с пистолетом мини-мойки. Также для работы понадобится алюминиевая трубка диаметром 8 мм, по которой будет подаваться вода. Еще одна трубка будет, собственно, внешним корпусом насадки. Не уверен, но, по-моему, это кусок бывшей лыжной палки. Сниму штуцер с шарнира, чтобы нарезать в нем резьбу под трубку для воды. Мой вороток под метчики куда-то пропал, поэтому пришлось воспользоваться простым разводным ключом. Такое издевательство над собой инструмент не вынес, и метчик благополучно сломался, оставив обломок внутри штуцера. После этого мне ничего не оставалось, как отпилить кусок штуцера с обломком метчика внутри и нарезать резьбу в оставшейся части. Вторая попытка прошла удачно, и, несмотря на такой кривой способ, я все же добился своего. Нарезать резьбу в пластике переходника проблем не доставила даже таким кривым способом. Теперь настала очередь заняться алюминиевой трубкой для воды. Отрезав нужную длину и обработав срез, я приступил к нарезанию внешней резьбы. Чтобы трубка не гнулась и не деформировалась в процессе нарезки резьбы, я вставлял в нее подходящее по диаметру сверло. Вороток для плашек у меня имелся в наличии, но тут возникла другая проблема. Толщина стенок трубки 1 мм, и этого вроде бы достаточно для нарезки резьбы. Однако, как я и не выбирал, в магазине так и не получилось найти трубочку с отверстием идеально по центру. Поэтому на всю длину резьбы стенки трубки с одной из сторон получились очень тонкие и нужно было чем-то их усилить. По размеру идеально подошла трубка, которая раньше была частью телескопической антенны от телевизора. Судя по цвету металла на срезе, она латунная, и поэтому ржавчина ей не грозит. С каждой стороны алюминиевой трубки я вставил по отрезку этой антенны на глубину примерно вдвое превышающую длину резьбы, предварительно смазав их суперклеем. Теперь можно не бояться, что трубку порвет давлением в тонком месте, а резьбовая часть не оторвется от остальной трубки. Теперь можно приступить к сборке всех деталей в одно целое. С одной из сторон резьбу на тонкой трубке обматываю несколькими слоями фум-ленты и закручиваю в пластиковый переходник. Резьбу со второй стороны трубки тоже сразу обматываю фум-лентой, потому что потом это будет сделать проблематично. На толстую трубку наношу суперклей и вклеиваю в пластиковый коннектор. Здесь получилось очень удобно. Трубка сразу идеально подошла под отверстие в коннекторе, поэтому я полностью уверен, что в этом месте ничего не оторвется. На вторую сторону тонкой трубки накручиваю штуцер поворотного шарнира. Как раз сейчас видно, почему лучше было намотать фум-ленту сразу. В месте соединения штуцера и шарнира тоже нужно было сделать какую-нибудь прокладку, и я просто взял подходящее резиновое колечко из набора. На фирменной китайской насадке предусмотрено крепление для запасных форсунок, и я решил сделать нечто подобное. Для этого неплохо подошло ограничительное колечко от диспенсера с мылом и кое-какие пластиковые запчасти от маркера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отрезав все лишнее от пластиковых деталей, я соединил их эпоксилитом. Честно говоря, мне кажется, что все эти детали будут лишними, а сменные форсунки удобнее будет держать просто в кармане. Ну да ладно, это будет видно после испытаний. Теперь просто остается дождаться подходящей для мойки машины погоды, чтобы провести боевые испытания получившейся насадки. Продолжение следует... Ну что ж, пришло время подготовить мойку к работе. И сначала я хочу испытать насадку не на автомобиле, а попробовать работу форсунок на поверхности, на которой хорошо будет заметен разный угол факела распыла у разных форсунок. Белая форсунка распыляет воду с факелом в 40 градусов. С ее помощью будет удобно смывать химию с кузова. Зеленая форсунка с факелом в 25 градусов. Это оптимальный вариант ширины струи и напора для первой фазы мойки. Отбивание пены без контактного шампуня. Желтая форсунка имеет факел в 15 градусов. Для обычной мойки он узковат. Однако напор струи выше, чем у белой и зеленой форсунок. И поэтому желтая может пригодиться для сбивания больших комков грязи и глины, а также для мойки колес. Теперь время перейти от теории к практике и произвести испытания в деле. Наношу пену бесконтактного шампуня и буду ее сбивать. Пену сбиваю снизу вверх. Единственная причина, почему это лучше делать снизу вверх, так видно, где пена уже отбита, а где нет. Если сбивать сверху вниз, пена стекает и определить неотбитые участки сложнее. Сразу чувствуется, что напор с этими форсунками выше, чем со штатной насадкой. Скорее всего, дело в том, что струя формируется самой форсункой, в отличие от штатной насадки, где сопло круглое, а факел формируется двумя раздвижными лепестками. И струе приходится тратить часть энергии, преодолевая их сопротивление. А вот и то, ради чего, собственно, все и делалось. Возможность отклонять направление струи. Направив ее вверх, без проблем можно сбивать грязь с нижней поверхности зеркал, дверных ручек и порогов. Факел белой форсунки, как я и говорил в начале, очень удобен для работы по большой площади. Когда большой напор уже не требуется, а нужно просто смыть химию из кузова. Теперь более наглядно сравним самодельную и штатную насадку. Даже при работе с капотом, со штатной насадкой приходится задирать руки почти на максимум. Отклонив вниз струю новой насадки, я без проблем держу пистолет чуть ниже плеч. Чтобы нормально работать с крышей, длины моих рук уже не хватает. И приходится вставать на цыпочки, чтобы получить более-менее приемлемый наклон струи. С новой насадкой вполне можно работать и с более высоким автомобилем. Направление струи позволяет не просто поливать крышу водой, а полноценно сбивать пену, как на боковых поверхностях. При мойке арок со штатной насадкой возникает уже противоположная проблема. Приходится приседать, но направить струю под менее полодием углом к верхней поверхности подкрылка не представляется возможным, так как пистолет попросту упирается в землю. Новой насадкой помыть арку намного проще. Упирать пистолет в землю уже не приходится. А струя воды спокойно добирается до всех поверхностей арки. Еще можно подсунуть насадку между аркой и колесом и отбить грязь с элементов подвески. Да и диски стало мыть поудобнее. В завершении добавлю еще немного кадров, чтобы подробнее рассмотреть и оценить работу насадки. Уже во время ополаскивания кузова чистой водой мне пришла в голову мысль, что на вертикальных поверхностях это тоже удобнее делать направив струю вниз. Получается быстрее. Кстати, весьма забавное ощущение связано с поведением новой насадки. Ведь она стремится улететь вверх, когда направляет струю вниз и наоборот. Нужно немного привыкнуть. Но несмотря на это уже можно смело утверждать, что насадка получилась весьма эффективная. Пользоваться ей очень удобно. Подлезть можно дальше, напор сильнее, чем со штатными насадками. И я уверен, что буду использовать ее при каждой мойке. Ну и в самом конце мне хочется показать вам классный гидрофобный эффект консервирующего воска, которым я пользуюсь. При нанесении через пенную насадку он шипит, как газировка, и эффект настекает, как с гуся вода. Пользоваться ей очень удобно. Мойка готова к работе. И сначала я хочу испытать насадку не на автомобиле, а попробовать работу форсунок на поверхности, на которой хорошо будет заметен разный угол факела распыла у разных форсунок. Нихуя себе натораторил.